Пахнеевич Андрей Александрович Закономерности роста графеновой пленки на поверхности жидкой меди В процессе газообразного суждения В последнее время газофазное суждение на меди привлекает большое внимание исследователей как недорогой метод получения качественных пленок графен В этом процессе происходит каталитическое разложение молекул углеводородных газов на поверхности меди, нагретой до высокой температуры Как показывает опыт, наиболее востребованным для синтеза графена является диапазон температур 1000-1080 градусов С одной стороны, нагрев до такой высокой температуры позволяет получать графен более совершенный С другой стороны, температура остается все-таки меньше, температура плавления меди И подложка в целом остается твердой Что существенно для применения данного метода при промышленном производстве графена Но что это собой представляет медная подложка, загретая до таких высоких температур Известно, что поверхности металлов могут плавиться при температуре существенно меньше, чем температура плавления в объеме материала Данный эффект поверхностного плавления обусловлен меньшей координацией атомов на поверхности по сравнению с объемом И он приводит к образованию жидкого слоя на поверхности, толщина которого довольно сильно зависит от температуры Однако, вот этот слой жидкости на поверхности остается малоизученным Неясно, что он собой представляет, жидкость ли это, может ли она течь Или это всего лишь более мягкий материал по сравнению с объемом И как он может вообще себя проявлять при синтезе графена методом газофазного ослаждения Вот целью данной работы является принести ясность в этот вопрос Для этого мы изготовили на трубчатом кварцевом реакторе серию образцов, покрытых с нанесенными графеновыми островками с различной степенью покрытия поверхности Образцами являлись кусочки медной фольги сверхвысокой частоты Которые вначале обрабатывались в растворе соляной кислоты для удаления поверхностных окислов Затем данные образцы загружались в реактор и отжигались в смеси аргона и водорода при температурах 1000 или 1050 градусов Степень очистки и высокотемпературной очистки поверхности контролировалась временем отжига и парциальным давлением водорода Затем часть из этих образцов проходила стадию роста графена, на который в реактор добавлялся металл Степень покрытия графеном поверхности контролировалась с помощью парциального давления водорода и времени роста После этого образцы охлаждались и выгружались и диагностировались методами оптической, сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии Поверхностное плавление может проявлять себя на отожженной поверхности меди независимо от роста графена Одним из таких проявлений является формирование структуры горост на поверхности Надо сразу отметить, что данная структура горост не обязательно совпадает с хорошо известной структурой зерен монокристаллитов на поверхности меди Имеется несколько отличий Во-первых, линии структуры горост могут обладать прерывистым характером, чем не может обладать между зереной границей Во-вторых, лечейка, образованная заплутая линией структуры, она может содержать в себе несколько зерен Например, вот здесь или вот здесь Причем, границы между этими зернами, они видны гораздо слабее, чем ниний борозд и кое-где они обозначены пункте В-третьем, борозды и межзеренные границы обладают различным рельефом поверхности Это хорошо видно на SM-изображении Участка поверхности, где встречаются оба типа линий Видно, что борозда обладает профилем, в котором наблюдается довольно глубокое ущелье, порядка 100-150 нанометров В то время как межзеренная граница обладает ступенеобразным профилем Такая картина наблюдается на всех отожженных поверхностях меди В то время как на исходных поверхностях борозды отсутствуют Все это очень напоминает Такой рельеф очень напоминает поверхность неоднородно застывшей жидкости Что позволяет предположить следующий механизм формирования структуры борозда Исходная поверхность обладает структурой зерен, которые образовались в результате литья и проката медной фольги Затем на этапе отжига произошла частичная перекристаллизация зерен и образовался жидкий поверхностный слой На этапе охлаждения слой поверхностного плавления затвердевает таким образом, что на некоторых участках межзеренной границ формируются борозди Данный эффект, как известно из металлургии, обусловлен эффектом ликвации или концентрационного переохлаждения Этот эффект происходит при затвердевании расплавленных металлов с небольшим содержанием примесей Эффект ликвации заключается в том, что образуется состав с пониженной температурой кристаллизации, который высвобождается впереди фронта кристаллизации И таким образом он препятствует смыканию соседних кристаллизующихся зерен Но какова же природа примесей в слое поверхностного плавления? Используемая для образцов медь обладает сверхвысокой химической частотой 7,9 Поэтому главным кандидатом является кислород, который неизбежно связывается на поверхности меди в результате ее хранения на воздухе Дополнительным повреждением присутствия кислорода на поверхности отожженной меди является наблюдение пузырей на поверхности отожженной до 1050 градусов Данные пузыри наблюдались как на просто отожженной поверхности, так и на отожженной поверхности с последующим ростом графена При этом они наблюдались как на покрытых графеном участках, так и не на покрытых Данный эффект становился более явным на образцах, которые предварительно не обрабатывались соляной кислотой Предназначенные для удаления поверхностного окисла Это вот эти образцы Полную структуру наблюдаемых пузырей подтверждают рисунки С и Д На рисунке С приведен лопнувший пузырь на меди, покрытый графеном А на рисунке Д представлено сечение одного из пузырей фокусированным ионным пучком Плоскость сечения образует довольно резкую границу с поверхностью В этой плоскости внутри пузыря можно наблюдать кратер Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok